И снова здравствуйте, The Brash 2019, погнали разбираться, как сделать наипростейшую книгу. Без всяких там наворотов, не сказочная, просто хотя бы внешний вид, чтобы был книги и так далее. Давайте разберём и этот вопрос на канале. Так, открываем тул и открываем куб, потому что книга это скорее всего куб, не скорее всего, а так и есть. И вот у нас есть куб. Жмём Make Polymesh, жмём Geometry, жмём Dynamesh, можно даже Polish поставить Dynamesh. И вот теперь Size и всё это делаем. Так, давайте сделаем дубляж, чтобы потом не добавлять опять куб, дублировать. Перейдём на первый Subtool, с него начнём плясать. Так, в Geometry и нажимаем Size и получаем, сплю с ним вот так вот, потонше. Вот таким вот образом. Так, второй Subtool видимость пока отключим. Так, включим Fluor. Ну и что можно сделать? Давайте, мал-мал, подгоним всё это дело под обложку, да? Жмём Geometry и жмём. Так, давайте, наверное, Moff и вот так Gizmo именно сдвинем и вот так сузим. Теперь всё это дело вот так вот поставим и можно его вот так вот передвинуть. Вот до такого уровня. Отключим Gizmo. Так, можно даже ещё, наверное, потонше сделать обложку. Вот так вот. Всё нормально, всё пойдёт. Вот такая штукенция получилась. Так, следом заходим на второй куб. Вот так его поставим. И опять же, Geometry, опять же Size. Опять же, его давайте сплюсним именно. Ну, вот такой размер возьмём. Пусть книга будет толстая. И вот теперь надо её чуть-чуть подкорректировать. А корректировать будем именно вот так вот. Всё это дело вот так вот сузим. Теперь Ctrl-Shift. Нажимаем кисти. И выбираем вот этот Clip Circle. Вот так всё это дело сплю с ним. И вот так. Где-то вот так это всё дело обрежем. Вот таким вот образом. Следом заходим в Brush и находим Moff Topology. Можно Moff Elastic. В принципе, не принципиально. И вот так всё это дело даже можно, я не знаю, ну вот где-то вот так, наверное, чуть-чуть подогнуть. Не принципиально, можно сделать и ровную. Ну, пусть вот так вот будет листы вогнутые. Всё нормально. Так, следом давайте это дело ещё снизу вот так вот подкорректируем, приподнимем. Можно ещё вот эту часть где-то вот так вот чуть-чуть подогнуть. Вот так вот. Потому что вот здесь вот на переплёте вот побольше всегда бывает. Так, теперь всё это дело возвращаем в исходное положение. Вытягиваем вот так вот. Где-то вот так. И теперь с помощью Moff можно вот сузить. Перетаскиваем на обложку и смотрим, чтобы был выступ. Вот так вот. Вот так будет уже симпатично. Так. Теперь сбоку это дело ещё можно уменьшить. Вот таким вот образом. Вот смотрите. Включен флур. И именно вот центра ловите, потому что здесь потом будет зеркалиться. И чтобы всё это дело совместилось. Так, вот так вот. Ну и можно ещё немножко где-то вот так всё это дело вытянуть и приподнять. Ну и немножко можно сплюснуть. Вот таким образом и припустить. Опять же смотрим, чтобы она не вылазила с обложки. Вот такая штукенка. Теперь в деформации можно сделать всему этому polish. А, посмотрим сетку. Сетка однообразна, всё нормально. И теперь делаем polish. Вот так вот. Теперь дровсайз чуть поменьше. И shift включаем. И немножко вот здесь вот так вот всё это дело можно пригладить. Вот так вот. Смотрим что-то как. Вот уже гладко. Нормально пойдёт. Так, теперь же нужно сделать соединение книги, да? Ну давайте зайдём теперь в append и найдём цилиндр. Цилиндр вот этот возьмём другой. Pressure Swift 3D. Вот так вот это подойдёт. Вот так, на него переключаемся. Опять же делаем ему геометрии dynamesh. Опять же можно polish сделать, чтобы гладкий был. И теперь сайз. Всё это дело уменьшаем. И всё это дело вытягиваем. Вот так. Теперь следом move. Всё это дело можно перевернуть. Выровнять обязательно ровно. И немножко опять уменьшаем. Ну и опять же используем гизму. Вытягиваем. Вот таким вот образом. Посмотрим теперь обрезочек. Дадим. Это trim rect. Вот так вот. И вот так вот. Смотрим, что тут получилось. Вот такая получается загадулина. Ну и давайте попробуем, наверное, ещё раз её вытянуть. Вот побольше. И вот так вот ещё раз попробуем. Чуть с запасом даже. Чтоб она чуть-чуть выступала даже с обложки. Вот так. Теперь делаем ctrl-w и делаем dynamesh. Всё прикольно. Смотрим сетку. Добавляем ctrl-p. Ctrl-p, чтоб лучше было вычитание. Вычитание я обожаю. Так, смотрим по толщине. Чуть-чуть всё это дело. Прибавляем. И можно немножко даже её x включить. И чуть-чуть вот так вот вытянуть. И можно вот так вот чуть-чуть сплюснуть. Вот так будет уже симпатичнее, наверное. Вот. А теперь заходим, делаем дупликат вот этой вот трубки. Пока мест трубки. И смотрим. Moff. Вытягиваем. Чуть-чуть это дело всё можно ещё больше вытянуть. Вот так. И немножко вот так вот её приподнять. Так. Теперь пусть она немножко выходит за пределы нашей вот этой штуки. Ну, вроде прикольно. Так, что делаем? Делаем теперь вот этот значок ставим. Переключаемся на первый sub-tool. Отключаем Gizmo. Делаем Merchdown. Делаем Merchdown. Объединяем и снимаем маску. Так. Не получается. Исправляем таким образом. Ctrl-Z. Я не назначил разные полигруппы. Видать, жара на меня действует. Так. Теперь делаем дупликат. Опять же, этот дупликат вытягиваем вот так. И немножко вот так вот его растягиваем вот так вот. И немножко, наверное, всё сузим. Вот таким вот образом. Да. И вот теперь всё это дело ещё опять же вытянем. Назначим этой модели Ctrl-W другую полигруппу. Вот так. И теперь опять на вычитание. Опять ставим на первую модель. И теперь опять же Merchdown. И сейчас вычитание должно пройти нормально. Что-то не получается. Геометрия. Dynames. Да. Что-то я тут опять накосячил. Так. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Исправим сейчас опять же Modify. Опять же Modify. Миро. Так. Dell Hidden. Делаем опять же этой модели Dynames. Смотрим, чтобы одна полигруппа у неё была. Так. Dynames делаем. И теперь вот опять повторим. Что-то пошло не так. Но это не беда. Бывает в работе вот такие моменты. Когда вроде бы уже сто раз это делал. А получается, что приходится ещё несколько раз это всё делать. Так. Всё. Вот так мы это всё сделаем. Ctrl-W. Другая полигруппа. На вычитание. Переключаемся. Merchdown. И снимаем маску. Вот теперь всё. Вычитание произошло. Делаем Ctrl-W. Одну полигруппу. Всё прикольно. Всё хорошо. Вот такая штука получилась. Так. Теперь что можно сделать? Делаем теперь, значит, вот так вот книги, листам геометрии Modified Apology Mirror and Well. Вы видите, что они не состыковались. Это уже нехорошо. Это сейчас мы поправим. И делаем обложки. Опять же, Dynamesh Mirror and Well. Вот так вот. Modified Apology. Вот такая штука. Вот так всё выглядит. Так. Здесь больше край как-то заходит. Не беда. И сделаем там Mirror and Well. И вот этой вот штукенцией. Mirror and Well. Вот теперь хорошо, ровненько всё, однообразно. Включаем теперь в саптулах все полигруппу, эти, все саптулы. И поработаем, давайте, именно с бумагой. Так. Вот наша бумага. Мы делаем ей маску. Ctrl-Левая кнопка мыши. Вот так. И теперь вот эту вот книженцию, чуть-чуть, вот сюда, вот так вот её запускаем. И делаем теперь геометрией Mirror and Well. Маловато. Опять же, надо её состыковать. Опять всё это делаем маску и подвигаем поближе. Делаем Mirror and Well. Вот теперь хорошо. Вот такая штука. Теперь надо поработать именно с обложкой. Сильно она выступает, надо её немножко вот так вот уменьшить. Ну, в принципе, хорошо. Так, снимаем, убираем поле F. Вот такая получилась, не затейливая, не женция. Вот так, открытая, прикольная. Следом, давайте добавим какой-нибудь текст, ну, чтобы уже прикольнее было текстуры. Я уже подгрузил тут заранее. Так. Ctrl-Shift. Сначала сделаем обложку, вот так. Решил я без рисунков, раз наипростейшая книга. Давайте вот сделаем вот так вот. Вот выравниваем. Поверху вот именно вот так. Вот можно даже буквы, чтобы сделать побольше. Вот таким делом. Теперь Z, включаем класс, проверим. Так, пардоньте, не это. На прозрачность, как это всё здесь установится. Z отключаем. И можно немножко Alt-ом подкорректировать, чтобы была какая-то симметрия на книге. Вот так вот. Теперь включаем Z, прибавляем интенсивности. Z отключаем. И теперь K-Standard, RGB, Z. И всё это дело малюем, как обычно. Можно, я хотел, конечно, в Photoshop вот это всё отзеркалить и сделать страницы типа открытые. Но слишком это долго. Это оставлю именно для вас. Для вашего, так сказать, понимания и развития. Так, Ctrl-Z. Вы видите, буквы распылись. Добавляем дивайдов. Потом всё это можно уменьшить. И вот опять рисуем. Ctrl-D. Опять же, дивайды добавляет. Если кто вдруг забыл. Вот так вот. Всё написали. Теперь в маскинг. Маскинг. Mask B Color. Mask B Intensive. Так, следом заходим теперь в Subtool. И вот кисточка. Мы её отключаем. А следом идём теперь в деформацию. И Inflaten. Именно раз чёрная, значит надо уменьшать. Тогда она прибавляется. Если белые буквы, то тогда надо прибавлять. Вот. Чтоб они тоже сильно большие не были. Назначаем Ctrl-W полигруппу вот именно буквам. Смотрим, чтобы так вот. Так, Ctrl-Z. Ctrl-Z. Снимаем маску. Так, Ctrl-Z не снимаем маску. И смотрим, чтобы буквы отделились. Так, Ctrl-Z. Ctrl-Z. Ctrl-W. Ctrl-Z. Ctrl-E. И жмём Ctrl-W. Ctrl-W. Вот. Обложку выделяем. А буквы тогда оставляем вот в таком русле. Так. Всё классно. Переходим теперь именно к страницам. Смотрим, чтобы не попутаться. Чтобы буквы были вверху. И картинка тоже должна быть вверху. Вот так уменьшаем. И теперь в Саптулы. И будем теперь делать страницы прикольные. Так. Ну и теперь давайте вставим именно текст. Текст. Зайдём в текстуры. Подгрузить надо текстуры. Импорт. И выбрать именно я вот на текст именно инвертировал в фотошопе. Давайте попробуем их сделать. Потому что такой текст может ещё не подойти. Текстура. Открываем. Вот так всё это дело подгружаем. И уменьшаем. Вот так вот. Теперь Z убираем глаз. И попробуем всё это дело прорисовать. Вот таким вот образом. Вот так вот будет, наверное, классно выглядеть. Теперь Shift Z. Вот так вот уже слишком много. Ctrl Z. Shift Z. Интенсивность поменьше. Даже нет. Вот это без рисунка попробуем. Вот так я всё это дело нанести. Вот так вот. Плоховато. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Так, снимаем маску. Shift Z. И попробуем зад включить. И вот так всё это дело. Интенсивность поменьше. И вот так всё это дело прорисовать именно по буквам. Надеюсь, получится классно. Вот так вот. Ну вот. Текст виден. Всё нормально. Но не это, не этот именно результат нужен. Так, Ctrl Z. И давайте попробуем теперь нарисовать. Shift Z. Так. Z. Вот так это дело всё ставим. Вот это теперь уменьшаем. Уводим. И вот это тоже уводим. Так. Z глаз. Прибавляем интенсивности. Почему-то не хочет прибавлять. Вот так вот. Ctrl Z. RGB. Зад. И давайте всё это дело порисуем. Вот так вот. Вот страница нарисовалась. Так. Вот эту страницу теперь инвертированную можно убрать. А эту страницу перенесём сюда же. Вот так вот. И вот так всё это дело здесь тоже раскрасим. Так. Всё. Текст нанесём. Вот такая штука. Теперь делаем маскинг. Mask B интенсив. Заходим теперь в саптулы. Отключаем кисточку. И попробуем всё это дело. Вот так. Ctrl E. Вот так. Всё это с помощью MOV или Inflatena можно чуть-чуть вот так вот вытянуть. Сильно можно не вытягивать. И теперь попробуем. Так. Ctrl E. Зазначить полигруппу. Ctrl W. Поле F смотрим. Не проявилось. Ctrl Z. Ctrl Z. И теперь Ctrl E. И жмём Ctrl W. Что не так, что почему. Ctrl Z. Ctrl Z. Делаем Ctrl E. И жмём Ctrl W. Так. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Попробуем опять же Ctrl W. Вот. Назначились полигруппы. Всё прикольно. Всё классно. Вот такая штука получается прикольная. Так. Это мы потом всё объединим. Будет хорошо выглядеть. Ну и давайте всё это дело раскрасим. Материал ставим белый. Где-то вот такой. Теперь. Теперь. Ctrl Shift. Нажимаем на чёрный. Так. Ctrl Z. Ещё раз. Ctrl Shift. И вот так всё это дело. Так. Ctrl Z. Переключаемся на кисть стандарт. И попробуем всё это дело. Так. Z. Вот так всё это дело. Попробуем раскрасить. Не знаю, что получится. Как это всё будет сейчас выглядеть. Но посмотрим. Вот уже текст написан. Теперь переключаемся на обложку. Так. Отделяем текст. Отделяем обложку. И делаем её, наверное, красной. Вот так вот. Что-то в таком духе. Всё раскрашено. Всё прикольно. Ну и название давайте теперь. Ctrl I. А название будем делать. Ну давайте тоже чёрным. Вот так всё это напишем. Ну а корешок. Так. Ctrl Shift всё проявляем. А корешок сделаем, наверное, другим цветом. Каким-нибудь... Я не знаю. Ну, можно белым. И включим теперь бумагу. Не сильно убого. Так, всё, теперь эту можно отключить. И вот, получилась вот такая у нас книжонца. Нам её не читать. А если её положить на стол. Вот так вот. Ну, то, в принципе, и хорошо выглядит. Всё, всем пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»